Во дворе не хватает деревьев и кустарников. Хорошо бы поставить детскую площадку, а еще нужна парковка для автомобилей, чтобы водители не занимали тротуары. Эти небольшие, но конкретные проблемы домов, улиц и районов нередко решают ТОСы, территориальные органы самоуправления. Об их взаимодействии с властями наш следующий сюжет. Еще в 2007 году российское законодательство дало гражданам возможность активнее участвовать в управлении городом и самостоятельно решать некоторые вопросы местного значения. Тогда и появились ТОСы. Вначале всерьез их не воспринимали. В нашем городе ТОСы были, во-первых, одни из первых. Во-вторых, я сказал, им уже 5-6 лет. Первые года все люди думали, что создадут очередную контору, которая ничего не будет решать, ничего не будет делать. Ничего подобного. Все это срослось. Сама идея была очень правильная. Значит, взаимодействие между администрацией, между городом и ТОСами, они очень хорошо налажены. По мнению руководителя администрации главы Чуваши Юрия Васильева, пришло время подвести некоторые итоги. Глава столицы Леонид Черкесов подтвердил, за это время активисты общественного самоуправления стали особым, связующим звеном между жителями и руководством города и республики. Во-первых, они информируют горожан о планах администрации столицы Чуваши и задачах депутатского корпуса. Эту информацию они, кстати, регулярно получают из первых уст. На подобных встречах и это исключением не стало. Мы сейчас вводим по пять детских садов. В 2013 году пять детских садов, в 2014 году пять детских садов. Буквально сейчас в конце января еще один детский сад будет сдан, но еще 7 тысяч детей с полутора лет остается. С трех лет всех обеспечили. Во-вторых, идет и обратная связь от жителей к представителям власти. И это, пожалуй, самый верный способ довести инициативу снизу до реализации. Мы говорили о том, что 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 мы говорили о